Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Драхманих, я, и сегодня я вам покажу, как делать керамику древнего человека. Для изготовления нам понадобится Ванера, в моём случае 6 мм, но хочу рекомендую использовать толще. Для начала распечатайте сам керамик и выклеяйте его к фанере. Вырезаем точно по контуру сначала основу или, может быть, даже ее выклеивать. После удочеряйте выклеиваем. Вы можете использовать разный вид клеев, в основном, в случае, это клей-маминка. После того, как выклеивать круглый, круглой самецкой, вырезаем отверстие для пальцев или углубления. После чего, с помощью карандаша, делаем на лезвие разные, такие подчеркивания и цифровые варианты круглой самецкой, делом углубления, чтобы это было похоже на орудие древнего человека, но как раньше. После я вам не расскажу, что делать. Для этого просто заходите в посылки в описании и смотрите, что там нужно делать. Это уже покрывание шпаклёвой, грунтовкой и клей-мава. Там я всё детально расскажу. Друзья, пока мой керамбит засыхает, я хотел бы вам рассказать немного о том, что такого вида керамбита ещё нету нигде. Я лично сам нигде ещё такого не встречал. Слово говоря, я долго думал о том, как он можно создать. Слово говоря, я решил всё-таки создать керамбит того века. То есть я решил ему дать только название, потому что он будет очень сильно похож на керамбит. Точнее говоря, даже не керамбит, а орудие труда того века, тех древних людей. Я, собственно говоря, сам нигде не такой не встречал. Я ещё раз говорю о том, что касается того, что я где-то это взял, то я ещё и не видел. Если всё-таки вы знаете где-то, то можете вам пронять, поставить не ссылку в комментариях, о том, где всё-таки такое есть может быть. Но всё-таки дизайн и прочее я всё придумывал лично сам. Я вам честно говорю, чтобы вы не думали, что я где-то это забрал, украл, и что-то там вроде. То же что это я говорю, что вы не думали о том, что я хвастаюсь или понтую, что там в этом вроде. Но, друзья, если это видео наберёт 30 лайков, как-то довольно-таки небольшое количество, по которому мой канал уже набрал Е20, даже с чем-то, то я сниму о том, как работать с железом, то есть полноценным металлом, как можно сделать крутой, очень, очень сильно крутой амулет. Амулет выглядит вот так вот. Я постарался его всё-таки целый день его делал, собственно говоря, он без царапин или что-то. Я постарался сделать всё-таки, чтобы он был меньше поцарапин, чем должно быть. На первом начале у него было просто куча царапин. Вот, посмотрите, поближе. Я всё-таки делаю его целый день, он очень гладкий, очень приятный на вид. Словно говоря, вот посмотрите ещё раз и оцените всё-таки, хотите ли вы видеть на то, как его делать или нет. А так, друзья, я жду пока он высыхает. Дальше, финальная стадия, это покраска. Для того, чтобы придать каменный цвет нашему лезвию, я использовал стандартный серый цвет. Собственно говоря, от этих углублений, которые мы сделали в качестве лезвия, я покрасил чёрным цветом, чтобы было хорошо видно. На сером цвете я рекомендую для потёртых с помощью красных и чёрных цветов. Чтобы придать цвет дерева рукояти, просто используйте большое количество воды с коричневой краской. Доможете её на саму рукоять и вы увидите, собственно говоря, сам эффект. На втором я всё-таки не буду красить рукоять, я просто её обмотаю зелёной лентой. И, ну, прежде всего обмотать, покройте её лаком. Как первый, так второй. Ну, на первом я не могу уже, собственно говоря, его наматывать. Увидим, что у нас получилось. Субтитры сделал DimaTorzok